Всем привет, друзья! В комментариях вы много писали, что вы хотите узнать как можно больше о 3 на 3. И сегодня я приехал в Playground и побываю в гостях у трехкратных чемпионов России команды Инанома. Потренируюсь с ними и они мне расскажут как проходит их жизнь в баскетбольной 3 на 3. Думаю, что будет интересно. Сразу видно, что Саня Антоняковский новичок в команде Инанома. Все парни пошли за водой, а он там уже где-то переодевается. Здорово, Саня. Здорово, Юрец. Я сегодня с вами тренируюсь. Меня подписали на один день в команду Инанома за обед. За обед на футкорте, надеюсь? Ну, надеюсь, хоть на это. А где вы кушаете? В столовой. В столовой? Ну, мне главное с вами. Так, сейчас пойдем переодеваться. Ну, что у вас? По пуме все нормально? Четко. Все четко? У меня тоже все четко, так что жду других. Давай. Так, давайте уже на тренировку скорее переодеваться. Костя Греков. Боря Логачев. Лучший вообще. Всем привет. Ну, это что, готовимся сегодня к мастерс? Конечно. К мастерс. А мастерс где будет? В лазанье. В лазанье? Да, в лазанье. Все, пошли переодеваться? Все. Я сегодня с вами один денек, можно приобрести? Супер, супер. Мне сказали, что ты очень хорош встал в футболе 3 на 3. Сам как раз оцениваешь. Ну, мне тяжело себя оценить, но все, как бы вроде... В общем и цело. Стараюсь, да, в общем и цело. Давай. Менеджер команды Инанома, Антон старый. Выйди уже что-нибудь с меня, пожалуйста. Я же... Получается, что ты пресса Таша или кто? Получается, что так. Команда Инанома, Мария. Ты тоже получила экипировку? Я получила экипировку от Пумы, а вот такие, ну вот, считай. Классно, что Пума поддерживает Инанома. Пойдем посмотрим, что там парни получили. Так, я нормально приехал. Получается, сразу ребята получают экипировку, будут экипированы. Но сейчас нужно мне выпросить обязательно шорты у них, потому что я свои забыл. Ну что, как? Как новая форма? Я ничего не получил там. Ты ничего не получил? Костян, можно посмотреть на тебя? Ну как, как новая форма? Обзор надо сделать. Давай обзор сделаем. На самом деле уже такое давали нам. Да? Да. Получается, вам по второму кругу одно и то же выдают? Ну что, на складе заводилось. Футболка. Более чистая, чем до этого. Тебе нравятся вообще цвета? Очень. А какие, кстати, цвета у Инанома? Черно-золотой. Черно-золотой? Золотой, потому что три раза кто-то чемпионом России стал. Как вам вообще Пумы? Заходят? Нормально? Ну, есть модели хорошие. Ты в каких играешь? Ну, вот эти, я их хорошие. Красавцы, вот эти очень. Тебе нравится? Да, это Упро, это Упро Кузьма. Короче, от Кузьмы. От Кузьмы. Да, неплохие. А у меня вот от Клайды. Мне тоже очень нравится. Ты рад беленьким. Посмотрим сейчас? У меня вопрос, кто со мной поделится шортами? Да. Юра, ты получается сколько раз чемпионов России страны? Двукратный. Борян трех прокурор. Что у нас там? Ну, размер большой, поэтому выбор не особо большой. Ну, хоть беленький, да? Все, он белый хороший. Хорошо. Какой у тебя размер обуви? 14. Ну, не такой уж и большой, но топтать народ можно, да? Да, да, да. Все. Да. Как Антоха Панкрашов сказал, Боря, топтун, да? Да. Всем привет. Антону привет. Да, привет Антону. Парни экипированы. Меня оснастили шортами и сейчас пойдем тренироваться. А вы как, разминаете в страны в зале или сразу на площадку? Как сам захочу. Обычно разминаются на Coca-Cola. Полная демократия в команде, мне это нравится. Сейчас посмотрим, как на самом деле. Здорово. Что ты делаешь? Кайфую. 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 Это называется ватакатанье. А у меня один раз уже. Ну, как, Сань, первое впечатление? Завязываться хорошо? Вообще отлично. Санек, долго ты привыкал к новым мячам после баскетбола опять на кач? Да нет. Бросок либо есть, либо нет. Ты знаешь, как все тренера говорят. Гениально, гениально. Гениальная фраза от Саши Павлова. Давай, проверим, как он первый бросок забьет. Бросок, он есть, и Саша это доказывает каждый раз. Я, на самом деле, к таким мячам так и не привык, когда мы играли в чемпионат России, когда я в сборной был. Что-то мне не нравится. Слушай, ну, осталось попросить у Пумы костюм. Ну, такие я видел... Они делают классику разных. Ну, там, чтоб на выпускной пойти или на денежку. А у тебя когда выпускной? Ну, в феврале. Из университета. Из Гавка? Ну да. Привет, передаваем Гавку. Хорошо. Кому большой передавать? Анатолий Владимирович? Ну, давай, Анатолий Владимирович. Он все равно не смотрит. Я Анатолий Владимирович Лаптев. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Костя Греков передает вам большой привет. Не, не передает. Не передает. Ну, все равно подписывайтесь. Я взял все 12. Ну, видите, какие тонкости. Ребята берут на размер меньше, потому что Пума быстро разнашивается. И им еще стельки вставляют. Вот так баскетбол 3х3 стал профессиональным. И подход у ребят тоже профессиональный. Да. А ты не будешь красивую форму надевать? Да. Да. Либера. Рибера? Да. Тренер команды Инноному. Макс и Марин. Привет. Всем привет. Привет, Литяк. Спасибо, что подписали меня на один день за обед. Сегодня проведу с вами один день. И что сегодня будет в тренировке, расскажу. Ну, мы сейчас основное готовимся уже к турниру в Лозане. Поэтому мы там уже сейчас физически уже спокойно. Завтра у нас вот будут спарринги с Руной, которые тоже будут челленджами. Да. Скоро. И поэтому мы больше броски, больше тактики в таком уже режиме, более игровом скажем так. У нас такого сейчас ничего тяжелого нету. Поэтому именно тактически побросаем. Ну, естественно, профилактика травматизма немножко будет. О, это круто. Слушай, хотел у тебя спросить. Ты двукратный чемпион Москва, да? Да. В команде Огнезащита. Да. И мне всегда очень нравилась ваша игра. Насколько изменился баскетбол 3 на 3 с того времени, с 2014-2015 года? Ой, огромная разница. Огромная. Ну, это вообще, то есть, даже нельзя сравнивать. Думаю, что если бы на тот момент сейчасшний, который, как я являюсь тренером Зимарина, работал баскетболой командой, то она была бы, наверное, номер один. Ну, я хотел спросить, а система Огнезащиты, ты что-то добавил сейчас в Инаном? Не, ну, если посмотреть, можно же все игры есть, 2014-2015 год. Нашу игру сейчас, это вообще разные игры абсолютно. Ну, и надо сказать, что и другие команды. Игра очень молодая, очень молодая. И каждый год, ну, все меняется и меняется. Это видно прямо, ну, по игре даже и там, и Нового Сада там, и других команд, которые играют уже, ну, очень давно. То есть, они, ну, реально прогрессируют. Тактика меняется игры, поэтому... Ну, и судейство, кстати, тоже меняется. Это тоже влияет на тактику напрямую. Ну, получается, первому корону с головы сербов сбил ты. И Саша Павлов. Ну, был сезон, когда мы три раза подряд уничтожили. То есть, это, ну, достаточно такое. А вообще, в принципе, я думаю, что у нас конкретно с Новым Садом где-то паритет по, там, количеству проигрышей и выигрышей, где-то равным. Ну, как я говорю, всегда было интересно с ними играть. И у нас даже до драк доходило, то есть, прямо оно такое. Ну, это было, конечно, хорошим мотиватором для нас при подготовке. Мы там в Петербурге проиграли. С Сиреной нам Душин забил два очка. И вот на Москопу, например, вышли такие прямо злые. Мы бегали там, да, бегали много, готовились много. И да, вот как раз потому, что мы в Многие два раза выиграли. То есть, это хорошее достижение. Но они удивились, честно говоря. Макс Зимарин, легенда 3х3 и тренер баскетбольного клуба 3х3 Инанома. Когда начинаем тренировку? У нас все по расписанию. Все, я ждал Владоса, всем поздороваться. Привет. Один из самых эффектных и эффективных игроков 3х3. У тебя травма? А, слушай, да? Да. Ребят, Влад Милешкин сейчас восстанавливается от травмы. И он рассказал, что выложит об этом отдельный пост. И расскажет, как проходило его восстановление по индивидуальной программе с тренером Сергеем Экшеном. Все, давай, давай. Оперма одна, да. Оперма одна, да. Оперма одна, да. Одна цель, одна. Команд. Сейчас. Костян, у тебя на прошлых выходных был первый турнир за Инанома. Да. Расскажи о своих впечатлениях. Короче, я очень заряжен. Зарядился, точнее, от того, что просто нас все болели. И это чуть-чуть другие эмоции, ну, в отличие от 5х5. А у тебя бывало такое, что когда-то за тебя болели? Ну, бывало. Бывало? Иногда, да. Ну, в последнее время все против болели. И это зарядило очень мощно. Ну, это лишняя мотивация. Да, да. Против меня так, например, вообще, да. Вот мы играли за пирамиду на Red Bull, и весь Маснодар болеет против тебя. Слушай, как ты просто перестроился из 5х5 в 3х3? Ну, я еще перестроился, и это вообще оказывается нелегко. А почему ты выбрал именно 3х3? Ну, как ты думаешь, а у тебя акцент будет именно в 3х3 сейчас или 5х5? Ну, да. Это, ну, в 3х3 это основная же работа сейчас у тебя будет. Неправильно? Советно. Ну, и как тебе? Я только рад. Тяжело? Ну, пока тяжело. Именно тяжело и физически? Ну, физически я уже привык, потому что уже полтора месяца трендуюсь в таком графике. А вот тактически тяжело пока. А, тактически, да? Да, да, да. Ну, вот как я называю, вот мульки, какие-то специальные движения ты уже разлучил, после которых можно забить легкие два очка. Ну, есть у нас комбинации такие. Да? У нас Борис, да, там, стоят невероятные заслоны, после которых... Люди умирают в заслонах, да? Вообще, да. Ну, он убийца. Я не знаю, какое ему прозвище дать. Давай у всех поспрашиваем, какой прозвище, а ты какое даешь прозвище. Я знаю. Борис... Борис Дубощит. Борис Дубощит? Да. Все, Борис встретимся с тобой в тренировке. Удачи, Каста. Спасибо. Музыка Пока у начинающего блогера именно в 3х3 канал только развивается, а мой прет, прет и прет, и вы запрашиваете, чтобы было больше 3х3. Саня Таняковский. Пока мы с ним представляем его, сразу подпишитесь на его канал. Ссылка в описании. RealLife 3x3. Правильно? Запомнил. Да потому что ты же меня каждый раз спросишь, Витян, поддержи меня. Как тебя дела? Так все отлично, да? Вот сейчас пробежал 6 км и уже не очень так хорошо. Слушай, ну ты думаешь, что перед тренировкой нужно бегать 6 км? Слушай, ну так, да, надо по весу малюскинуть, поэтому... Какой у тебя сейчас вес? 113. 113? 113. А рабочий? Рабочий 108 лет. Ну 5 кг, я думаю, что в игровых тренировках по-любому сбросишь. Нет, я уже, да. Ты отказался хотя бы от майонеза, от мучного? Конечно, конечно. Мы сегодня на обеде увидим. Гагарин и Нанома, две разные системы. Уже ощутил различия именно в тактическом плане и все дела? Да, в тактическом таковом еще нет, но по физике вот Максим тренера заставляет бегать прям очень. От Нанома поступило предложение? Да, я играл по Лиге Угбая. Ко мне подошел Антон. Убей, наверное. Получается так. В лэкграунде, да, любительская лига проходит. Убей. Тяжело пережил уход из Гагарина? Да, на самом деле, вроде как более-менее спокойно. Я переживал больше за то, что придется уйти от своих парней, с которым я играл три года. Откуда мы все начинали, все вместе там и ты был в самом начале. Да, да, да. Вот. Было сложнее это. То, что он ушел, я понимал то, что нужно менять атмосферу, обстановку, чтобы расти и прогрессировать, ну и играть как минимум. Поэтому уходил я с чистой душой, а парни меня поддержали, сказали рады моему решению, рады моему решению. Пожелали удачи всем, друзья. Удачи всем, друзья. Спасибо. Сейчас потренем. Делились со мной ковриком, вот, пацаны. Все нормально получается. Дружно. Ценблан дружный. Планка стоит. Что ты сказал, принер. Начинаем профилактику травматизма. И вновь, и вновь. Не хватает алика, да? Вот с этими штуками. Вить, как самочувствие? Самочувствие отлично. Подготовка примерно такая же, как и в профессиональном клубе у нас в 5 на 5. Чуть-чуть задохнулся, так и надо, потому что сейчас предстоит серьезная работа. Вот. Круто, что когда идет разминка, капитан команды, я так понял, Юра Беспалов руководит процессом. Тренер только корректирует. Короче, все на уровне. Все, пока. Пять с полюсов уже. Алиса, ребята, большая и маленькая. Давай. Опа, Андрей Яковский. Давай мне девчонки. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...